Говорил проповедник. Вообще. А подвесник где у вас? А там оно, это, все, все вытащили. У вас же хиротесия, да? Да, я чтец. И поэтому я епископ положил для проповедей. У меня каждую неделю было 4-8 проповедей в храме. Это все отображено там, конкретно на каждый сегодняшний день. По пришельному, может быть, вы знаете, Сахару. Ну и у него там балетов он как раз взял. А отец Иоанна сказал, давай звоните, пока в Киеве встречаемся сегодня. Все ждали. Так, пойдемте напротив храма еще. Последний шаг. Спасибо. Здесь будет темно, темный снимок. Снимок не получится. Не получится. Я уже проверял. Вот так, оставь. А почему? Солнце бьет в снимок. А, солнце. Все, мы закончили третье путешествие. Первое было на Байкал, второе на Москву. У вас прям как у апостола Павла. Уже четвертое скоро будет. Четвертое, но у апостола Павла закончилось. Мы сейчас ведь не погибли в третьем. Такой несчастный случай был. Просто секунда буквально одна. Серьезно? Господь взял, шофер взялась плохо, и машина пошла вперед. А вокруг-то это и едешь, и какие-то. А батюшки встречают, которые знают, вы бы верили. Народ может пробудиться. Вот я начальник детского лагеря. Основатель. 40 лет. Без помощи государства, ни копейки. Тысячи детей подняли. Я говорю, начните делать. И вопрос детской беспризорности в стране решается в течение одного года. Початут говорят, в храме Христа спасители, писали, там ноги поднимали. Меня отовсюду звонят, от Португалии до Австралии. Что делать? Я говорю, делается не то, что надо. Их сажать нельзя. Весь народ сейчас на их сторону валится и валится. А что сделать? Большой замок купить, храм закрыть. Храм осквернен. Будем молиться три месяца на патриархи, и весь народ обратиться сердцами к тем, которые обижены. Понимаете? У нас выхода нет. Это Писание так говорит. С Павлом увидели, зашел трофей, мы храм закрыли. Это всегда было так. Сердце народа, какое бы оно ни было не спорщено, оно имеет внутри себя сострадание к угнетенному, к обиженному. А сегодня разные невзоры, у всех времен церковь, патриарх призывает к стоянию. Обстановку невозможно переломить. Я знаю, как переломить. Это слезы и молитвы. Как Серафим говорит, и всех добродетельно, и высшая молитва. И мы поставили задачу семикратно в день становиться на молитву. Вот там успели на литургию, побыли здесь, на вечерней. Сегодня нам нужен сейчас срочный убийств, и уходим домой. Команда каждый раз, кто-то меняется, шоферы и прочее. Ну, а я в каждой. Мы прошли 56 сел, занося в каждый дом Евангелие. А кто приходит, тем Новый Завет. Люди не знают Бога. Ну, и которые уже ищут, что их тогда отправляют к епископу Максиму, чтобы хоть почасовинка была. Люди не отпеты и умирают. А много жаждущих. Ну, епископ Максим здесь уже понимает. Понимает. Патриарх Кирилл непрерывно говорит священникам, меняйте тактику. Вот он вернулся с Дальнего Востока, патриарх Кирилл, и говорит, духовное состояние-церкви развалено. Если патриарх говорит, что это духовное развалено, так мы добавим, ему показали не худшее. А где мы ездим? Там пепелище. Там скотомогильник. Там смерть, одна смерть царствует. Все запитано. 17 тысяч сел разрушено. Мы взяли землю, начинаем обрабатывать, школа, храм на свои средства. Нам не надо сотни лет, в один год можно все восстановить. Но для этого, как патриарх Алексеев II говорил, отучили молиться, отучили трудиться. Вернусь к истокам. Вот начальник лагеря, у нас подъем в детском лагере в 5 утра. Найди такой лагерь. Начинается чтение молитвы, побежать со поросей, искупаться, кататься на лошади, все даже уметь делать. Это наши дети. Вот любого. Мобильный телефон, я спрашиваю учителей, полон зал. Кто изобрел? Не один. У меня дети, Мартин Купер, они все знают. Кто губернатор? Карлин Александр Богданович. Кто изобрел интернет? Все знают. Тим Бернес Ли, Тимофей. И мы молимся, обрати их, Господь. Они такое дело сделали для нас, что мы входим в сокровища других. Кто-то изобрел одежду. Сердца людей должны одеться в благодарность. Это вторая ступень молитвы. Первая – это просительное, вторая – это благодарствие. Третье – ангельское словословие. Суть православия именно в словословии. Литургия возвышает человека до архангельского чина, и же хирургима. Людям все это надо рассказывать и говорить, они не знают. И как новая душа, которая обращается, высшего счастья нет, говорит, ангелы на небе радуются. И мы поехали с единственной целью – людям показать образ Христа. А уж насколько как. Потому что все еще поливающее ничто, все Бог возвращающий. Мы стремились. Мы вошли в труд. Да, мы вошли в этот труд. Вот сейчас я показываю, сколько библиотек. Огромные библиотеки, какие как Тюменская, там аэродромы цели, четыре этажа. И впервые люди с этим соприкасаются. Вот это подворье патриаршее. А как они приняли? Это неужели это у нас? Ну и везде этому дали. Спасибо. Спасибо.